Всем привет! С вами детская изо студии Черепашки-рисовашки, педагог Марина. И сегодня мы будем рисовать космос. У нас 12 апреля, день космонавтики. Как же мы без космоса? Для этого я приготовила вот черную бумагу. Но можно ее, кстати, и закрасить черным, синим, темным, фиолетовым. Палитрочка и четыре красочки. У нас же космос все-таки темный. Поэтому мы сразу попробуем использовать технику монотипию. Смотрите, я беру нашу клееночку, вот такую вот клеенку, и намазываю на нее. Сделаем такую вот как бы воронку вихревую. Ну, можно любую, кстати, форму придать. Давайте вот белым. Вот так вот мы ее нарисуем. Вот с водичкой немножко. Так, вот такую вот как бы форму. Давайте сюда голубенького немножко внесем. Так, главное, чтобы движения такие вот были. Вот такие. Ну и хочу еще немножко розоватых оттенков. Вот, и теперь попробуем сделать оттиск. Так, переворачиваем и на нашу поверхность оп, вот так вот ее оттиснем. Снимаем. Вот. Как бы начало у нас есть. Это какая-то галактика. Вот видите, у меня тут такая тоже красота. Ну, а теперь приступаем. Теперь будем оформлять. Возьмем зубную щетку. Почему зубную щетку? Ну, мы сделаем и более крупные капли. Для того, чтобы были меленькие-меленькие капельки. И намазываем белым. Начинаем уже наши звезды. Вот это вот черный космос. Так, слегка. Сначала попробуем. Забрызгаем. Ну, так, в целом пока слегка. Так, сейчас мы еще поставим какие-то планеты. Вот если бы мы сделали только белый оттиск, это у нас дальние такие вот дальние планеты, чтобы не черный такой космос был. Такое предварительное решение, да? Так, теперь берем наши планеты. Для планет я взяла вот разные крышечки. Вот просто вот так расставляем. Такая большая будет одна планета. Давайте вот одна большая вот здесь. Вот у нас будет маленькая планета. Вот где-то вот тут может быть планета. Вот сколько у нас. Разложила планет. Так, ну, а теперь начинаю опять брызгать вокруг наших планет. Скопление, скопление звезд. Так, если мало, еще намажем. Оп! Вот она слегка проявилась. Давайте вот здесь вот вокруг нашей крышечки. Оп! Тоже слегка проявилась. Еще побрызгаем. Не обязательно всю, конечно, поверхность забрызгать. Так, еще добавлю. Вот стоять, стараться здесь вот по краям, чтобы она все-таки у нас... О! Как бы еще одна планета. Ну, не забрызгать, конечно, нашу всю красоту, которая у нас была. А то мы сейчас все звездами забрызгаем, и у нас ничего не останется. Одни брызги. Так, еще одна планета. Так, вот здесь вот в центре я хочу немножко розового добавить кое-где. Тоже вот что-то очень много беленького набрызгали мы. Давайте-ка мы вот розоватого добавим. Вот здесь что-то у нас прям пропала вся наша красота. Так. Так. Теперь нашим планетам надо придать немножко объема. Так. Ну, вот с одной стороны, хотя они у нас и так, или нарисовать тоненькой кисточкой, может быть, как у Сатурна. Какие-то кольца. Кольца Сатурна. Вот возьму не белый, а то она слишком белая, а голубоватый оттенок. Такой голубоватый. И давайте попробуем вот здесь вот, как бы Сатурну, вот так вот нарисовать наши кольца. О, так, наш Сатурн. Давайте вот этой планете тоже нарисуем. Так, слегка. Так. Ну, не всем же, да? Некоторых пусть остаются. Вот если у нас есть меленькая губочка, вот прям вот совсем маленькая, мы можем попробовать еще вот здесь слегка по нашей планете, тоже давайте голубоватым таким оттенком, придадим объем. Можно и не трогать. Вот красиво получилось, ее можно вообще не трогать. Здесь вот как бы вот слегка вот так вот пройти, как бы вот у нас, не выходя, есть вот такой вот объем нашей планетки, ну, как бы поработать. А теперь нам нужны еще звезды более крупные. Так, вот где-то прям у нас вот галактика нас освещает. Можно вот тут вот и чуть-чуть вот как вот растащить эту. Чтобы планета была такой округлой формы. Вот, видите, вот так у нас получилось. Давайте вот здесь еще по кольцам. Мне не нравятся эти кольца, они слишком резкие получились. Пройдем. Кубочка лучше бы мы, лучше бы мы скопления вот эти вот, какие-то это же тоже скопления звезд. Вот, лучше вот так вот. Так, ну что, красивый наш космос. Давайте еще сделаем крупные, более крупные капли звезд. Берем палочку, средненькую, наверное, кисточку, или можно и сбрызнем более крупные звезды. Немного, а? Но нам нужны такие, как у К капли, которые, а то зубная щетка дает мелкие капли. Это как бы мелкие-мелкие скопления звезд. А вот если крупная кисточка дает более крупное скопление. Так. Так, ну и теперь осталось нарисовать тонюсенькой кисточкой свет от звезд. И, в общем-то, наша работа готова. Вот я беру тоненькую кисточку, вот эти крупные капли, прямо вот так вот ее, вот так вот, вертикальной, горизонтальной линии, а эти коротенькие. Это, в отличие от снежины, кот получается вот такая вот звезда. Давайте еще тут какая-то звезда. Так. Пока я работаю над звездами, если вам понравилось наше видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наше новое видео. Ну, вот такая вот красота у нас с вами получилась. Звездное небо всегда получается очень красивым, выразительным. Давайте вот еще тут одну. Много тоже не надо, а то чересчур усердствовать, чтобы... В общем, вот. Красиво. А теперь я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Пока-пока.